12 первой сеток завершён и вот сейчас швейцарцы ведут во втором со счетом 4-3 ну вот это вот так бывает вообще по той же очень симпатичная подача как в теннисе тоже бывает почему нет трос попадает мяч какие проблемы извинили швейцарцы на счет становится 5-3 уже как мощно подает швейцарец а как мощно я уже говорил о том что самые сильные подачи у харли бразильца и у рекермана стабильная подают они со скоростью за 90 километров в час конечно даже не может быть безошибочно идеалов не бывает особенно когда усталость накапливается позже по просто с каждым часом вот сегодня полуфинал и сегодня же в пять часов финал надо приберечь еще кое-какие силы для финала не пустить победу в этой встрече а реккарда сейчас не справился в облаке вообще пока мы не особо видим и знаменитый блок реккарда обычно он, вы знаете, начинает когда действовать этот блок, когда на фоне усталости уже не столь высокие прыжки у соперника в атаке и, соответственно, тогда уже включает на полную мощность свой блок двухметровый Рикардо 7-5 по-трекой, чтобы на подаче ну, коли ты рискуешь иногда пью шампанское, иногда, к сожалению теряешь очки, тут уж другого не дано это дилемма, бить или мне бить сильно Патрик хочет, чтобы почитать все-таки, фактически всегда силовую подачу осуществлять а вы знаете, еще возвращаясь, развлечу к блоку, я уже говорил о том, что при подаче Рикардо он не несется сразу к сетке, доверяет в данном случае Мануэллу, хотя слово доверяет, наверное, здесь вряд ли подходит мне кажется, в этом-то дуэте главное действующее лицо Мануэл супер супер игрок я думаю, что в мировом пляжном волейболе в истории мирового пляжного волейбола такого игрока просто еще не было и не скоро будет поэтому здесь как решит Мануэлл, так и будут играть в этом матче Мануэлл и Рикардо за ним, наверное, последнее слово ну, правильно, все-таки в свое время сделали эти два парня, что объединились в 2002 году и результаты не заставили себя ждать не заставили если в 2002 году они занимали все-таки чаще третье место лишь однажды были первыми догадайтесь, где нет, но в 2002 году они в конце фактически объединились поэтому здесь они не побеждали здесь тот же Мануэлл в 2002 году побеждал все-таки станды но потом наступил период уже работы с Рикардо и несколько раз третье место они занимали в Форталезе в Майорке в Кадисе в Испании в Кадисе все-таки тоже еще был танго вот такой был сезон какой-то странный то с одним, то с другим играл Мануэлл но 2003 год это уже стопроцентная пара Рикардо Мануэлл и она уже добивалась очень крупных успехов Шпиньо Марсель Ставангер Рио-де-Жанейро Лос-Анджелес это все те места где первыми были Эммануэл и Рикардо 2004 год 2004 год просто блистательно провели на Бразильце первые места в Афинах на Олимпийских играх в рамках Мирау Тора в Клагенфурте в Старь-Яблонке в Польше в Норвегии опять же в Ставангере в Португалии в Ишпинь в Сербии Черногории в Будве в Сальвадоре в Бразилии ну и наконец старыми были в Южной Африке в Бразильце то есть супер сезон ну вот смотрите пожалуйста на 82 километра 200 метров летит мяч как трудно его поднять а если бы и 95 километров скорость полета была бы сейчас ну наверное вы знаете все таки предположу что когда скорость за 95 а вообще максимальная скорость 98 километров достигают по крайней в этом сезоне в рамках мирового тура думаю что все таки в какой то степени ветер должен помогать спортсменам похоже что особо вот поддержки такой сейчас нет у женщин я напомню самые такие мощные подачи в исполнении Ван Фэй почти 81 километр кстати видите на всех турнирах она едва ли не лучше в этом показателе ну а у мужчин я уже говорил на Харде подавал со скоростью 96 километров Рейкерман со скоростью 95 километров ну и была однажды подача 98,3 но эта подача как раз удалась Клеменсу Доплеру из Австрии а вот такие сильные мощные подачи мы можем увидеть в исполнении пляж пляж мимо по-моему не очень по-моему довольны сейчас швейцарты значит мяч коснулся кого-то из блокирующих точнее блокирующих го да так оно и есть 8,12 Декарда на подаче здорово сейчас насыграл на подаче еле-еле выбрались сейчас швейцарцы но знаете они честно говоря с честью справились и вышли из этой ситуации таким очень тяжело но достойно набранным очком с каждым днем по-моему холоднее становится в Ставангеле два дня назад была температура 30 вчера уже было 23 сегодня уже ребята в летних а кто и не в летних курточках сидят в ветровочках но осталось совсем чуть-чуть осталось совсем чуть-чуть осталось еще финальный матч провести и в общем-то все могут тогда потеплее одеться прилично поддать по поводу окончания турнира а тут очень достаточно много интересных событий вокруг этого турнира даже гольф соревнования провели организаторы с участием местных звезд артистов киноактеров ну и естественно участников соревнований фото галерея на сайте федерации международного волейбола выставлено и можно посмотреть чем там занимаются свободное время пляжники как они отдыхают федерации доходы нападать 13,8 ну и если хуйшер подает мощно и сильно и терять очки это понятно но когда вот так штефан в общем-то сам себя наказывает к сожалению еще и партнеры это неправильно Эммануэл очень ровно подает ах здорово вот Рикардо сейчас очень был близок к тому чтобы за счет Блока набрать это очко но повезло сейчас чуть-чуть швейцарцам видите все-таки отбок и мяч в аут уходит ну действительно хотелось бы посмотреть финал такой вы знаете очень напряженный пусть швейцарцам выигрывает а тогда уж тайбрейк будет решать кто из них лучше всего это отлично вот это да блокировать удар Рикардо а вот очень медленно шел на этот мяч Рикардо и вот мощи в его прыжке и ударе я не увидел вот посмотрите даже на повторе ну в общем-то на мой взгляд можно разглядеть что не совсем по-рикардовски подходил к ничуть сейчас бразилиц обычно так мощно в атаку идет вот так вот например и что вот так вот так вот швейцарцы приспособились к Рикардо решили они сейчас вновь поиграть на подачу на Рикардо для того чтобы он уже был такой эпизод когда швейцарцы из этого определенную выгоду извлекли значит не все в порядке значит Рикардо может ошибаться значит на него надо играть дальше посмотрите 16-9 преимущество колоссально нет подачи на Эммануэлла 10-16 вот видите варьирует тактику в данном случае поставили швейцарцы ну конечно счет 10-6 это честно говоря счет такой очень неприятный но бывали случаи когда выползали из подобных ситуаций Рикардо Эммануэлл но другое дело что напротив сейчас стабильный сильный дуэт играет ай-яй-яй вот пожалуйста молодец Рикардо но сейчас не царцы не дают шанса не дают шанса очень забавно это знаете как человек который падает на пол после мощного удара соперника на ринге посмотрите постоянно вытаскивают мячи после ударов Рикардо сейчас швейцар но не повезло но все-таки обратите внимание то за счет блока то за счет удачной игры в защите совсем чуть-чуть не хватило набрать еще одну очко но в общем-то все равно сцарцы действовали вообще-то здорово но вы знаете тот факт что вообще-то особо не берут тайм-аутов бразильцы говорят о том что может быть они уже смелились с тем что в этом сете ничего менять не надо как будет так и будет выигрывать вряд ли проиграет но хорошо потому что впереди самый главный сет тайм-брейк и к нему уже наверное будут куда более серьезно относиться бразильцы в какой-то момент они расслабляют вот видите мы пока так и не видим игру на блоке хорошую игру на блоке на Рикардо а ручки-то вовремя не успевают работать нет Рикардо сейчас явно не в своей тарелке вы видите все что происходит и на блоке ничего поймать не может и сам в атаке грешит и очень сильно грешит вот посмотрите мяч в площадке никаких сомнений быть не может 19-11 и бразильцы просто в этом сете опустили фактически руки ничего особенно они не пытаются предпринять так что третий сет о котором я говорил неизбежен абсолютно неизбежен слабенький подает тарелке 21-11 первый сутбол ну все получается в защите у швейцарцев абсолютно все правда завершить сет они не смогли давайте посмотрим а вы знаете все-таки по-моему мяч коснулся рук Рикардо это победа победа нет все-таки нет нет потому что просто 12-20 13-21 сет закончился как-то так уж совсем бездар на олимпийские чемпионы его провели но где-то у них небольшой по-моему кризис должны они преодолеть сейчас маленькую еще проведу заребьем итак 21-18 13-21 вот так играли вразницы Рикардо Монайал победы первом сете и в общем-то серьезное поражение во втором не но в этом с этим можно знаете сколько показывать хороших розышек в исполнении сборной шлицарии так бездарно играли бородельцы что можно чуть ли не 3 из 4 показывать удачных действий в данном случае дуэты шлицарии не сборной шлицария а дуэты шлицарии не сборной не сборной не сборной а дуэты не сборной а дуэты ну знаете наметилась тенденция совершенно конкретная в этом мировом туре немецкие дуэты шлицарские и естественно бразильские вот они по большому счету между собой и разыгрывают призовые места и на чемпионате мира очень похожа была ситуация так что первая Бразилия Германия вторая Германия третья четвертая вторая шлицария и сейчас мы видим бразильцы немцы шлицарцы ну не знаю по чемпионату мира если судить более-менее какие-то перспективы могли быть в мировом туре американцев и канадцев но это все относительно их тем более нет сейчас вот так постепенно постепенно немцы догнали фактически швейцарцев которые в свое время опирались исключительно на силу братьев Ла Сига сейчас помимо братьев замечательные совершенно другие дуэты есть пожалуйста Хойшер Кобель братья к тому же расстались друг с другом и выступают кто с Хейером кто с Эйгером так что очень мощные мощные команды у этих двух немецкоговорящих стран Германии и Швейцарии и так решающий сет и в нем концентрацию нельзя терять внимание не на одну секунду я думаю Рикардо прекрасно понимает в атаке сейчас будут швейцарцы на подачу был Рикардо счет сравнался 2-2 вот это удар вот это да вот и Кардо показывает что все вот эти глупости которые изображал во втором сете он оставил где-то очень далеко теперь и пожалуйста совсем заводит естественно оставаться в данном случае на этапе полуфинала не собирается олимпийский чемпионов бразильцы конечно очень часто сосредоточены посмотрите совсем чуть-чуть не хватило Мануэлла чтобы поднять этот мяч но это очень очень хороший предвестник бразильцы работают сейчас на пределе очень сконцентрировано пожалуйста Рикардо был мощный удар теперь обманный удар не забудьте о моей плохой игре в втором сете я в полном порядке говорит тем самым Рикардо так оно и есть класс просто класс жаль что бразильцы сейчас не набрали этого очка потому что достойно они были достойно 4-4 никто не хочет умирать ай-яй-яй-яй но разве можно такие глупые ошибки допускать вот вам и пожалуйста Рикардо использует свой знаменитый блок другое дело что по-моему он получил небольшое повреждение одного из пальцев на правой ноге потому что швейцарец просто в прыжке когда носил туда сумел чуть ли не перелететь туда на чужую половину площадки ну вот к разговору что обязан просто блок Рикардо сработать хоть раз пожалуйста и 64 небольшое преимущество но умеют бразильцы небольшое преимущество в победу превращать здорово Рикардо сыграл согласитесь просто потрясающе сейчас просто безошибочно действует третья партия не ошибаюсь сейчас и Патрик Хойчер сейчас будет непросто и тем не менее он смог набрать свои очки но в данном случае просто повезло на мой взгляд в этой ситуации имели шанс швейцарца побороться на задней линии но повезло просто повезло завершая тему гран-при закончатся матч Куба Италия 3-1 кубинки выиграли и кубинки наряду с бразилянками имеют максимум возможных очков 12 после 6 игр и конечно попадают в финальную пульку так что здесь все по большому счету ясно борьба только за 6 путевку жестко развернется Бразилия Куба Китай плюс Япония плюс я думаю Голландия точно и соответственно за 6 путевку будет жесточайшая борьба итальянки кольки американки кореянки Бесподобие просто бесподобие сейчас двухметровый Рикардо 8-6 лишь одну вроде больших швейцарку допустили но этого достаточно чтобы повели сейчас вперед вышли в счете бразильцы и вот смотрите вновь они пытаются сейчас использовать но не использовали небольшую неточность в атаке швейцарка все-таки сумели швейцарцы не с первого захода но все-таки набрать это очко если бы сейчас плюс 3 стало у бразильцев можно было в общем-то и заканчивать этот финал а так какие-то еще возможности есть 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 возможности у швейцарцев почему бы нет все-таки не боги бразильцы и вполне могут ошибиться а почему нет почему нет вот эти очень часто к сожалению подают мимо неудачно подают и не только в этом сете швейцарцы мне кажется в этом достаточно серьезная проблема после воскресенья команды сейчас говорю о мужчинах в первую очередь отправляются не куда-нибудь а в россию опан санкт-петербург или как по-английски 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 санкт-петербург open будет проводиться так что европорт тоже будет небольшие вести репортажи трансляции оттуда что посмотрим как питер приготовился к мировому туру шестого по десятого соревнования с тридцатом по семнадцатом в португалии с двадцатого по двадцать четвертой в Польше и с двадцать по тридцать первого во Франции представляете пять подряд турниров вообще никакой паузы нет 10 8 по-прежнему крохотное преимущество бразильцев по-моему ваут улетает мяч вот это по-моему все вот из этого выбраться в катастрофическом положении будет практически уже нереально Патрик Хойшер бил по линии по-моему да и не попал запугал его Рикардо вот видите что происходит сейчас конечно со мной трудно справиться тот факт что опять же когда вырастает гора под названием Рикардо на блоке уже швейцарцы побаиваются уже что-то там происходит в голове необратимый процесс я так сказал пожалуйста конечно олимпийские чемпионы просто велики блокирующий пляжник Рикардо сейчас надо отыгрывать на своей подаче одно а лучше бы еще два очка очень сложно на подачу штрафа неплохо подает но не более того МЗЛ доминация 9 трудно очень трудно сейчас будет швейцарцам все равно они здорово здорово поболеем за них чуть-чуть Рикардо на блоке все вот когда нужно тогда Рикардо включает свой блок и он говорил что обязательно мы еще увидим замечательный блок в исполнении великого бразильца сломал вот именно Рикардо на мой взгляд сейчас внес основную долю основной взнос в победу бразильского дуэта в полуфинале Рикардо Эммануэл все то есть уже ну здесь вы видите что никаких ни психологических ни физических сил уже не осталось когда вырастает эта стена самое интересное что Рикардо теперь бежит к сетке даже после того как сам подает и ведь это тоже это тактический ход ведь в первых партиях было все иначе матчбол первый матчбол вот пожалуйста он опять у сетки на сей раз его обманывает швейцарец вообще казалось бы на пляжном волейболе ну так много возможности чтобы побегать поноситься но так мало тактических вариантов тем не менее вот мы видим что обязательно замечательные пара находят какие-то возможности чтобы усилить игру ну все точку ставит Мануэл но на мой взгляд просто гениально сыграл просто гениально сыграл Риккардо в третьем сете второй абсолютно провалил может даже преднамеренно а в третьем представительный игру выдал и на блоке и в атаке и так Риккардо Мануэл в финале и так мы с вами обязательно сегодня вечером посмотрим и финал с участием олимпийских чемпионов ну а пока мы с вами говорим друг друга до свидания мы встретимся еще на канале Евроскор будем смотреть пляжный волейбол большой волейбол оставайтесь с нами с вами работали комитет Ирина Богданова и Ирина Богданова всего доброго субтитры Субтитры сделал DimaTorzok